Одна из ключевых тем, которая поднималась в стенах Совета Федерации во время дней Алтайского края, это бюджет. В частности, увеличение оплаты труда госслужащих. Интересное предложение выдвинули наши законотворцы. Вот та субсидия, которая идет с федерального бюджета по поддержке регионов в части повышения зарплаты, она должна быть соизмерима с повышением минимального размера оплаты труда. Вот мы за последние пять лет заработная плата в Алтайском крае выросла на 191%, а федеральная помощь практически осталась на уровне. В рамках дней наша делегация просила оказать поддержку для нескольких объектов. Так, необходимо провести капитальный ремонт инфекционного отделения в Краевом клиническом центре охраны материнства и детства, создать операционный корпус в региональной больнице скорой помощи и завершить строительство крытого катка для спортивной школы Олимпийского резерва по хоккею. Совет Федерации дал добро. По достоинству оценили сенаторы и проекты по сельскому хозяйству. Наиболее остро стоит вопрос по укреплению берега реки Катунь на территории села Срос Кибийского района. В селе сложилась критическая ситуация, связанная со значительно возросшей последние годы интенсивностью процессов берега обрушения. Под угрозой уничтожения находятся жилые дома, предусадебные участки, производственные площадки крестьянских аэстей. Помимо вопроса с укреплением берега, чиновники попросили поддержать еще и проект с комплексным развитием сельских территорий. Конкретно, сел Дружба и Бочкари Целинного района. Проект комплексного развития села Бочкари включает в себя строительство средней общеобразовательной школы на 330 ущах, благоустроенные лыжные базы, очистных сооружений для обеспечения качественного водоснабжения, капитальный ремонт стадиона и подключение домостроений к высокоскоростной линии передачи данных. В рамках проекта села Дружба планируется создание спортивного комплекса и обеспечение населения доступом в интернет. Финальное заседание в Совете Федерации коснулось транспортной инфраструктуры региона. Основной вопрос – снижение потока автомобилей в Барнауле за счет расширения дорог и улучшения развязок в пригороде, что сейчас и происходит в Ленточном Бару. Ну и логическим завершением будет строительство транспортной развязки в месте окончания этой дороги на пересечении с улицей Лосихинской. Изначально планировалось построить объездную, однако она бы обошлась в 70 миллиардов рублей, что в 10 раз дороже развязки и расширения дорог. Тем временем эксперты считают, что объездная вкупе с другими проектами могла бы значительно улучшить позиции края в плане экспорта. Опять же, вот тот же третий мост и объезд вокруг Барнаула необходимо транспортно разгрузить. Четырех полоска через Монголию на Китай – рынки сбыта. Причем в первую очередь рынки сбыта именно для алтайских производителей, именно для производителей сельхознаправления. Другой транспортный проект затронул реконструкцию 7-километрового участка Ая-Бирюзовая-Катунь. Эта дорога в будущем поможет существенно снизить нагрузку на Чуйский тракт. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.